привет всем я не знаю печально я начну сегодня наш разговор или не печально ну на самом деле жизнь такая как она есть и в ней бывает всякое люди рождаются и умирают это естественный процесс но очень жалко очень жалко в этом году в 2022 13 декабря умер ким симмонс легенда британского блюза и его группа совой браун как пишут многие критики и в данном случае я опять с критиками согласен несмотря на то что очень часто иду в разрез и с критикой и со слушателями и со зрителями когда снимаю кино и даже с читателями когда читаю книги например вот отвлекусь на секунду вот купил такую книжку вчера по какому-то наитью виктор ремезов вечная мерзлота столько хвалебных рецензий большая книжка толстая рецензия на рецензии просто одна лучше другой прочитал две страницы вчера и я как-нибудь потом расскажу что там я что я вычитал и каково мое мнение об этом произведении но ким симмонс совой браун вот многие критики называют группу совой браун лучшей группы британского блюза и здесь я соглашусь вот здесь я соглашусь на сто процентов хотя многие скажут что лучшая группа британского блюза это джон майл блюзбрекерс с гигантской истории переползшая перешагнувшая в 21 век начавший играть в шестьдесят шестом году прошлого века и в двадцать первом веке уже массу пластинок выпустившая совой браун то же самое то же самое собралась группа в 1966 году если мне не изменяет память совой браун blues blues band называлась она и в двадцать первом веке но пластинок 5 как минимум вышло я не говорю про двадцатый век там просто шквал огромная дискография у совы браун в нашем веке в двадцать первом тоже ну штук пять-шесть точно есть у меня у меня только штуки четыре наверное мне далеко не все пластинки собой браун и как я уже говорил огромная дискография так вот джон майл блюзбрекерс и совой браун у меня мнение простое что джон майл блюзбрекерс для британского блюза это как битлз для рок-музыки вообще это вне обсуждения вне конкуренции вне вообще каких-либо градаций и мест на пьедестале так вот джон майл блюзбрекерс это как битлз не обсуждается а совой браун это лучшая группа британского блюза ну по крайней мере самая заслуженная из всех и очень жалко да вот в этом году ким симмонс покинул наш материальный мир но остался с нами все равно потому что музыкант жив до тех пор пока слушают его музыку а мы слушаем его музыку я во всяком случае просто прусь от этой группы много много лет но врать не буду не так много как от джон майл блюзбрекерс потому что майл я услышал впервые когда учился в школе еще классе в восьмом девятом наверное а совой браун я услышал в конце восьмидесятых годов прошлого века то есть я уже был взрослый человек и услышал впервые вот эту пластинку getting to the point это второй альбом совой браун 1 у меня как-то был проходил но он на самом деле вообще не интересно я его не покупал он я брал его слушать у кого-то там и он он хороший кайфовый но не интересный потому что во первых там другой состав тоже хороший состав тоже музыканты играют все блюз он весь состоит из каверов за исключением одной песни и кавера эти исполнены ну кавера традиционные песни черных музыкантов хорошие блюзы старые но исполнены они как-то так по-английски слишком мрачно слишком сдержанно как-то боязливо что ли не знаю нет не не раскрываясь и не производит впечатление этот альбом совсем ким симмонс распустил группу после того как вышла эта пластинка собрал новый состав и вот блеснул вот этим альбом getting to the point это по-моему 68 год до 68 совершенно верно замечательный вокалист крис елден примкнул к киму симмонсу гитаристу и основателю и и и и главному действующему лицу группы савой браун getting to the point и здесь ну все хорошо вот в этом альбоме все хорошо однако он для тех кто вообще не знаешь такой савой браун я покажу сразу последний альбом этой группы вот этот он вышел в двадцатом году можно начать с этого можно начать с абсолютно разная музыка хотя и это блюз это блюз вообще савой браун хороши тем что но если человек вообще любит в принципе британский блюз британский блюз рок то он в дискографии савой браун найдет вообще все для себя он найдет и традиционный блюз как вот здесь как например песню хани бима диутерса играют здесь группа савой браун две гитары и местами фортепиано без баса без барабанов без ничего примерно так же как исполнял ее мадди у отрас в начале своей карьеры очень похожий крис елден прекрасный вокалист белый что характерно в первом составе савой браун было 22 черных музыканта барабанщик и вокалист были черные может быть из-за этого в англии они не были слишком популярны как группа может быть я не буду там про расизм говорить про все вот это вот это самое но они ну не сложилось у них код хани би прелестно совершенно здесь исполнено интимно также также как у у отраса раннего флаттен хьюстон первая вещь в которой начинается из ничего из такого пи 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 на гитаре без обработок чистый звук гитарный пи 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 и пошел дальше блюз такое ощущение что музыканты сидят вокруг тебя никаких обработок ничего нет естественная ревербера реверберация от комнаты и играют неспешно но очень очень качественно очень хорошо stay with me baby следующая песня ритм and blues такой уже британский уже пошел драйв потом хани би понятно я рассказал да инкредибл гном митс джексман инструментал чуть-чуть джаза добавлено в гитару кима симмонса и гитара уже позлее уже она чуть-чуть подгружена на усилители и уже такой блюзевич ближе к блюз року пошел give me a penny традиционная песня хорошо исполненная мистер down child рифмуется с песней флаттен хьюстон тоже такой пи 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 без ничего ребята сели взяли электрические гитары и сыграли как будто они репетируют дома у себя но репетируют уже 25 раз от репетированный номер потому что все получается все складывается getting to the point instrumental опять-таки уже жесткой гитары роковый такой хороший ну заглавная песня надо было ее не песня то инструментальная композиция надо было ее выпить вперед big city lights немножко в кантри уход в кантри блюз и юнит лав вели диксона последняя песня здесь на второй стороне она длинная и она в одном аккорде в одной в одной ноте вся и конечно качалова безумная раскрывается здесь ким симмонс как гитарист и так и сяк и скоростные соло и длинные ноты играет и бенды и все дела просто но без самолюбования вот чего у него никогда не было так вот это вот вот это вот это вот никогда блюз эта музыка конкретная точная и чувственная и все сыграно правильно даже быстрые вещи они не на показ делаются ну и как положено басовая соло барабанная соло длинная опять-таки без самолюбования без выпячивания себя какая у меня техника сумасшедшая нет очень очень все мощно драйвово но такие взрослые мужчины играют хотя молодые сравнительно были люди еще но такая взрослая блюзовая музыка кайфовая вот так вот новый состав начал себя показывать а последний альбом он чисто блюз роковый без примеси какой-то вообще черной музыки хотя по факту да по факту музыка оттуда вся из дельта миссисипи но британский электрический вычищенные вылизанные кристальные идеально сыграны драйвовый качевый рок рок-блюз даже можно сказать не блюз рок рок-блюз и для тех кто любит вот эту электрическую такую поливальную машину но опять-таки без 4 расскажу без самолюбования вот как как кайфует артист вот такие люди настоящие блюзмены последний альбом савы браун с ким и с ким симонсом это чистый вот такой блюз рок как я говорил в меру мрачный в меру тревожный первая песня качает сразу all gone wrong все нехорошо все идет не так и все идет не так вот в этой блюзовой структуре седовласые мужи учат нас жить учат нас тому что все нехорошо д д д д в хайвэй следующий номер понятно что это вот чертова шоссе такое по которому не спеша едет автобус с блюзовыми музыкантами которые играют там попивая виски и пиво играют в маленькие усилители свой блюз но играют очень громко и весь альбом такой абсолютно роковые роки над луизиана немножко в кантри уход здесь в конце но все остальные песни feel like a gypsy ягуарка soho girl последняя песня про девушку который спит с пистолетом под подушкой понятно что там нежную музыку не поиграешь это ясно getting to the point был второй альбом собой браун третьего у меня нету а 4 вот этот степ феда шаг вперед это уже огромный шаг вперед здесь появилась уже духовая секция здесь уже музыка усложнилась и местами стало похоже на песни тэн я завтра то есть уже не чистый блюз такой американо-черный да а британский с налетом рока с налетом где-то парни слышали что такая группа битлз была где-то где-то краем уху услышали и гармонии усложнились уже уже не три аккорда стало и не 4 даже а 5 и 6 и какие-то сложные такие появились гармонические построения немножко ну потому что слышали что битлз где-то был там но мы их не слушаем мы их не любим но привнесено что-то оттуда такое это я шучу насчет битлз что мы не любим мы очень любим да вот но песни тем не менее они и они как-то стали ближе наверно к белому слушателю ближе к массам более привычны появилась духовая секция которая еще себя ведет порядочно здесь не вылезает вперед а так такие пачки поддерживают сзади тут 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 пока играет ким симмонс играет очень здорово здесь играет гораздо больше чем раньше единственно что мне не нравится в этом альбоме это вторая сторона которую расхваливают все критики как один все читатели все слушатели все рецензенты все пишут что ах вторая сторона здесь собой браун проявили себя здесь 22 минуты джем буги джем нон-стоп играются песни i feel so good a whole lot of shaking going on a little queen purple haste и hernando's highway и все это нон-стоп 22 минуты практически практически в одном аккорде опять-таки с барабанными соло с басовыми соло с гитарой симмонса которая здесь тонет в бесконечном повторении рифа джем 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 все почему-то прутся от этой записи ну прутся наверно потому что совы браун давали мощные концерты очень их очень любили очень хорошая была концертная группа все на них ходили и воспоминания о концертах о живом исполнении наверное перенеслись и на восприятие вот этой пластинки нет ну слушать можно я ничего не говорил слушать хорошо я говорю чтобы просто мне не очень я буги вообще не очень люблю честно говоря когда 20 минут с лишним вот это вот с разными вариациями правда там с рифами попал хейст все таки там играется фраза но тем не менее но классинка очень хорошая а дальше вот роусьена следующий альбом после которого ушел крис йолден из группы и ушел лонсон дэйв певеретт второй гитарист образовавший группу фокхат всем известную которая тоже переползла в 21 век но дэйв певеретт к сожалению умер на два года раньше чем симонс в двадцатом году он почил однако фокхат много выпускали пластинок на мой взгляд они не так интересно как совы браун даже там поздние альбомы но хорошая музыка так вот роусьена требует вообще отдельного рассмотрения поэтому я пошел пить и продолжу а совы браун чуть позже поскольку история группы большая пластинок много и они достаточно разные стиль меняется история идет люди взрослеют на этом мы закончим и с этого мы начнем с роусьена пошел пить пока